Ранние подъемы, учебные классы и строгие учителю доски – все это будни каждого школьника. Поэтому в свободное время, особенно выходные, им хочется встретиться с друзьями, поиграть и отдохнуть. Организовать полезный досуг для детей и взрослых смогли в Георгиевском храме. Год назад здесь отказались от скучной школьной атрибутики и пригласили узнать мир совершенно по-другому. У нас не учебный год, у нас нет учителей, у нас нет уроков, у нас встречи, у нас нет парт, мы все вынесли их. Вот у нас ковры хорошие мы рассылаем для детей, чтобы они могли спокойно в домашней обстановке почувствовать себя как дома. Проект «Воскресная не школа» стал одним из лауреатов губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Он интригует одним своим названием. Как оказалось, его наполнение не менее занимательное. У меня школа самое важное – это, конечно, игры, через которые мы с детьми разговариваем о самом важном. О том, кто он такой, как ему себя презентовать, кто он по отношению к другим ребятам. Помимо этого, ребятам на занятиях нередко нужно найти ответ на сложный, порой философский вопрос. В ближайшее занятие у нас будет посвящено письменности. Будем рассказывать историю детям о фараоне. О фараоне из первой династии фараонов египетских. Его гробницу нашли в XIX веке, но открыть смогли только в XX. И когда они вошли в нее, то они увидели только мумию фараона. Ни сокровищ, ничего. Только одна мумия лежит и имя. Имя фараона написано над ним. Зачем? Задавая этот вопрос детям, мы с ними будем обсуждать именно то, что этот фараон на самом деле написал ее только для одного, для Бога. Решить такую загадку порой не под силу и взрослому человеку, но дети с ней могут справиться. О своих успехах, конечно, рассказывают родителям, которые и сами с интересом приходят на занятия. Мы не отделяем детей и родителей. Поэтому мы стараемся приглашать каких-то интересных людей, постоянно с родителями находиться в диалоге, в контакте и все мероприятия проводить именно семейные. За время народного голосования проект «Воскресная не школа» набрал почти 2000 голосов. Однако победы Михаил Алексеев не ожидал. Видел, что среди конкурентов есть не менее интересные работы. Так как все это решалось народным голосованием в первом туре, потом жюри, и раз они выбрали наш проект, значит, действительно, мы делаем дело хорошее и нужное, полезное. Весь приз участник премии вложит в развитие своего проекта. За год не школа получила большую популярность. Регулярно в ее стенах занимается около 80 человек. Всего же численность детского и взрослого населения – более 200. Здесь через игру и истории участники узнают о христианских, общечеловеческих и патриотических ценностях. А значит, не школа и вправду делает доброе дело.